Ну что ж, давайте пойдем дальше. Предлагаю запретить слова, потому что с их помощью общаются террористы. Смерть неверным! Ну серьезно, без слов будет жить гораздо легче, и тем более никто не будет призывать людей выходить на митинги. Все пропало. Но погодите-ка, а как же заставить людей не говорить? В 2039 год Роскомнадзор блокирует голосовые связки, потому что с их помощью общаются террористы. Бан-бин, чувачки! Но, знаете, и на этом нельзя останавливаться, потому что эти террористы, они ведь могут научиться общаться с помощью жестов, поэтому нужно идти дальше. В 2042 год Роскомнадзор блокирует секс, так как с его помощью рождаются террористы. Хочешь присунуть кому-нибудь, иди и проходи тест на террориста. Пацаны, нахуй так жить. И знаете, почему вообще стоит об этом говорить? Потому что такая тенденция крайне печальная, грустная это все, потому что под этим предлогом можно запретить теперь что угодно, даже тот же самый Ютуб. Организатор теракта в Манчестере собрал бомбу с помощью Ютуба. Все, ребята, закрываем. Опа. Ой, какая же это все хуйня! Какой смысл? Знаете, мне кажется, что чтобы в нашей стране было легче и спокойнее жить, нужно в первую очередь запретить Роскомнадзор. Гениально! Вы знаете, это очень обидно, что таких людей, как Павел Дуров, которые реально делают что-то для народа, по личной инициативе хотят что-то изменить, в буквальном смысле просто заставляют бежать из нашей страны из-за идиотских запретов, из-за того, что он просто не хочет прогибаться под эту систему. Павел Дуров. Шайтан. И то, что в принципе у нас сейчас происходит, уже происходило. Это называется утечка мозгов. За период с 1989 по 2004 год из России уехало порядка 25 тысяч ученых, а 30 тысяч работают за рубежом по временным контрактам. В Советском Союзе в эпоху запретов было то же самое. Великие художники, композиторы, писатели уезжали из нашей страны из-за постоянных репрессий и запретов. Век информационных технологий, походу, не изменилось. Ни-ху-я. Малый и средний бизнес в нашей стране находится просто в великой заднице. Их никто не поддерживает. Бизнесменов, которые хотят построить какую-то корпорацию. А самые богатые люди в нашей стране это те, которые просто выкачивают природные ресурсы из земли. Фу на тебя.